Еще один староскольский парк дождался обновления. Заброшенная зона отдыха в районе железнодорожного вокзала существенно преобразится. Здесь уже начались активные работы по благоустройству. Территорию выбрали сами староскольцы в рамках программы формирования комфортной городской среды. На обновление парка железнодорожников предусмотрено 32 миллиона рублей. Перед началом строительных работ в парке железнодорожников специальная комиссия обследовала все растения на территории. Задача – сохранить как можно больше деревьев. Но оказалось, что 90% парка состоит из старых тополей. Возраст у него перестоян. И что имеется в виду? Что более 60 лет практически все тополя повреждены грибковыми заболеваниями. 99% имеют или дупло, или суховершинность, трещины. И при реконструкции и уже планировании дорожек было выкорчевано несколько выпиленных ранних тополей. Корневая система практически вся поражена. Поэтому держаться им практически нечего и не за что. Поэтому принято решение на сегодняшний день тополя все убрать. Замен будет высажено около 200 новых молодых деревьев и кустарников. Здоровые растения оградились, чтобы не повредить техникой. Обновление парка железнодорожников выполняется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проводилось обсуждение два раза. В прошлом году, в 2020-м, жители приносили свои предложения. При обсуждении вносили свои корректировки. На основании этого проект был переработан. Хотели оставить сцену, хотели оставить существующую большую аллею, установить здесь дорожки. Ну и, конечно же, говорили об озеленении. Им нужны здесь деревья. Стоимость контракта на благоустройство – 32 миллиона рублей. Параллельно проводятся работы по демонтажу старого покрытия и обустройству основания под пешеходные дорожки. Согласно проекту, здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, установят скамейки, урны, проведут освещение. Старый, давно не работающий фонтан получит новую жизнь. Фонтан будет восстановлен. Работы по подводящим сетям к фонтану будут выполнены в этом году. Работы по электроснабжению будут выполнены в текущем году. Проектом предусмотрена и сцена, установка малых архитектурных форм, 5000 квадратных метров пешеходных дорожек. Главный символ парка – паровоз Су-211-75 будет реконструирован. Образца 1937 года, во времена Великой Отечественной, он обеспечивал подвоз, вооружение и снаряжение войскам Центрального и Воронежского фронтов. Памятник установили в 1979 году в честь трудового подвига железнодорожников. Работы по благоустройству планируют завершить в течение лета.